Сегодня в Ботаническом саду Госуниверситета собрано более 10 сортов рябины. Такую, например, можно встретить практически в любом дворе, но есть и редкие. Сорт Титан, он получен путем скрещивания обычной и черноплодной рябины. Уникально крупный сорт, алая крупная, и сорт невеженская, ягоды не горчат. А вот такую рябину можно увидеть только здесь. Это так называемое дерево дружбы. Желтоплодная форма рябины мы нашли в Гременском заповеднике. Случайно, совершенно случайно привезли несколько веточек и перепривили ее на культурную рябину. У нас получилось такое дерево, так называемое дружбы, где на одном дереве есть и красные плоды, есть и желтые плоды. Рябина – это настоящий кладезь полезных веществ. Например, она богата витаминами группы В, витамином П и аскорбиновой кислотой. Витамина С в рябине даже больше, чем в лимоне и смородине. По содержанию витамина А рябина превосходит морковь. А еще она богата магнием, калием, фосфором, марганцем, железом и цинком. Сорта рябины отличаются тем, что они практически не горчат, поэтому можно употреблять их в сыром виде. Можно рябину морозить, тогда она становится чуть сладковатой. Кроме того, рябина очень хороша в переработке, например, если сварить из нее варенье вместе с яблоками или грушами. То небольшая такая горчинка придаст очень пикантный вкус этому варенью. Кроме того, в рябине очень много пикиновых веществ, то есть она может сама железироваться. И образуется очень вкусное желе, тоже необычного такого вкуса. Если на вашем участке до сих пор не посажена рябина, сейчас самое время присмотреться к этой культуре. Высаживают рябину в конце лета или весной. Приживается она хорошо, быстро растет, в уходе неприхотливо. А яркие оранжевые грозди украсят любой сад.